Всем привет! Снимаю я продолжение приготовления канди для пчел. Не знаю, что за, грубо говоря, дурень придумал вымешивать его руками, этот состав. Но я решил по рецепту вымешать руками всё-таки. Получается вот такая вот рука у нас. Так, не понимаю. Это, наверное, то же самое, что битум вмешать рукой. Из этой массы навраде нам удастся шарик скатать какой-то. Так что я сейчас немного его вымну, чтобы не было крупных частей, хотя их и так нету. Пойду руку отмыю. Всё это дело расхватываю по пакетикам. Пакетики, правда, небольшие, думаю, по полкилограмма наложить. А может и по килограмму уместится. Домолол я третий килограмм сахара полностью уже сюда вкинул. Уже не снимал. Вышло у нас здесь 3 килограмма сахара, полкило мёда, 300 мл воды, полстоловой ложки растительного масла и препарат лечебный, оксидитровед 500. Который я добавил в большинство для профилактики энзематоза, хотя он также и для гнильцовых заболеваний неплохо. Да, покупал его в Минске, в магазине. Сказали, хороший препарат. Думаю, попробую. Раньше Таня пробовал. Особо антибиотика у неё потребляю. При содержании пчёл всё время пользовался разными настойками, отварами. На мельнице малов пыльцу с багульника, с полыни. Помогало также от клешка хорошо. Это решил уже, так как в последнее время зимовка большинство тёплая, туда-сюда температура с каши, то пчёл беспокоиться. Корм употребляют неравномерно, и у них всё-таки по весне бывает и энзематоз подкинется. Но не во всех, конечно. Так что я на этот год решил добавить. Но на эту массу надо было добавить больше. Так, я добавил 13 грамм. Рекомендуется на 5 килограмм. При корма добавляю 20-25 грамм. Ну и здесь у нас вышло, если взять воду и сахар, то около 4-х килограмм. Можно было грамм 18. Ну ладно. Уже как вышло, так вышло. Здесь он есть. Думаю. Незематоза не будет по весне. Упчёл. Ну я не всем это буду канди ложить, только сильным семьям. Уже на улице темнее, так что надо эту массу нам по-быстрому по пакетах расфасовать. И пойду ставить улья. Так, как-то нам. Ну вот, закончил я приготовление канди сегодня. Уже натусовал пакет. В один пакет еле его наложил. Канди наши. И второй пакет ещё поверх упустил дополнительный стоп. Когда будет ложиться уцепление, то не разорвало его. Да, не впитался он в подушку. Конечно, первый раз готовлю, то не знаю, нормально, ненормально. Ну вроде такое густое тесто вышло. Будет доброе. Сейчас мы всё это дело будем ложить в улей. Подкормим сразу пчёл Баксфост, покуда не темно. Ого! Крыша тяжёлая. Снег наверху. Здесь у нас вот лежит утепление. Сейчас посмотрим, что к чему тут у нас. Утепление, конечно, много наложил. Здесь у нас вот сверху тёплый потолок. Наверное, градусов 30 будет. Потолочина у меня сделана под кормушку василёк. Два отверстия. Так что надо аккуратно сдвинуть потолочину. И одно отверстие прикрыть. Прикрыть. Так. Взял я наше канди. Сейчас наделаем дырочек, чтобы всё готово было. То, что непонятно, как себя повезёт пчела. На улице не лето, всё-таки зима. Чтобы так просто лезть у лея. Сколько помню, они зимой не приветствовали вмешательство их семьи. Любые пчёлы выскакивают злые. Так что надо всё это дело быстро сделать. Чтоб пчёл не попортить. Одно отверстие надо прикрыть, а на второе бросить канди. Конечно, проклеили хорошенько. Видно, пчёлы сидят. Сейчас вот со старого подкассетника пластик такой. Закрыем одну дырку. Слышно, пчёлы гудут. А на вторую, сюда вот. Чтоб было лучше видно, поставлю фотоаппарат. Пчёлки забеспокоились. Думаю, что за дурень лезет им зимой. Ну а что делать? И вот, видно, уже выступая у нас немного. Много лета от иголки. Сейчас из-за можно подырять немного. Думаю, пчёлы прогрызут. Надырял, дырак много. Так, два пакета. Но они тоненькие. Что налаживал, да порвался. И вот, сейчас я открываю и резко ложу. Чтоб пчёлы не выскочили, не успели. Оп. Две пчёлки на потолочине бегают. Сейчас их запустим леток. Так как каждая пчела это личность. Жалко их зимой, чтоб пропали. Всё-таки перезимовали. Где-то они побежали мне в ту сторону. Дура. О! Литок там вон. О! Одна пошла, вторая пошла. Пчёлки наши зашли улей. Здесь немного вон продавил пчелу под пластиком, видно. Насмерть задавил. Оп. Может отойдись, а может и не. Пластик этот желательно забрать пластину, чтоб завтра остальным ставить. Но вот и лапка всё-таки под потолочину сдвигал, придавил пчелу. Ну, ничего. Одной обошлось это полбеды. Ну вот, положили мы канди. Здесь я вважил было 975, ещё ложку заложил вверх, полную столовую. Это здесь будет килограмм, килограмм 50, ну, будем считать килограмм, грубо. Посмотрим, что они там робят сейчас. Дырка попала, где прогрели. Почекло понемногу. Пчелки, он, видно, кушают уже. Так что им не до нас, не вылазят. Только, когда открываешь, да ничего нету, так они не вылазят. Так вот подгрызают. Ну, это басквасты, они более спокойные. А вот моих тех лесных, если открыть, можно сказать, диких, то и сироп мне помог бы, и канди. Они бы уже с этой дырки валом валили. А эти пчелы спокойные. Ну, думаю, так вот будет понемногу подсекать, то ничего не зальёт. Добавлю сюда по краях возьму что-нибудь, чтобы не прижимало сильно пакета. вроде рыбра жёсткость даже вот потолочили одну, ещё пару потолочин возьму, так поставлю сюда две и на эту сторону две, чтобы пакет не ужимало сильно. Ну, на этом будем заканчивать. Сегодня мой день прошёл за приготовлением канди и просмотрим семьи то, что пропало, что там и ещё канди осталось в кастрюльке. Сейчас пойду потихоньку расфасую по пакетиках по килограмму. Ну, остаток сколько останется по остальных и разложу. Там может больше килограмма будет, может меньше. Килограмм мы положили семье с маткой Баксфост. уже это семья Баксфост. В том году я позатом уже, получается, сделал отводок, матку подсадил. Этот сезон она поработала, эта семья уже. И вот, дай бог перезиму, и будет работать сезон. Получается, уже матке будет год. Второй, это третий. Третий год пойдет матке. Посмотрим, что даст. Ну, охлаждать гнездо не буду дальше. Пойду быстро возьму потолочин, сделаю робры жесткости и закрою все утеплю назад. Всем спасибо за просмотр. Удачной вам зимолки. До свидания.